Сегодня 5 июля 2014 год. Мы возвращаемся из миссионерской поездки. Вот она наша газель. Мы уже едем на улице Ползунова, город Барнаул. Ползунова 6. 40 дней наше было путешествие. 40 дней. На 40-й день приехали. Открывайте, кто нас встречает. Батюшка наш дорогой встречает. Все, путешествие закончилось. Слава Богу за все. Живы-здоровы. Мир вам. Четвероногий друг и охранник. Ураган. Чемпион России с нами был. Ну, здесь и голубки Игната Тихоныча ждут. Вот они они. Молодец. Иди. Иди. Слава Богу, спасибо, Христос, Дальше Казахстан, что вы вернулись. Можи, еще вопрос нет. Так, поедешь? Да не надо. Сейчас шофер за ним приедет. Живые убойщи, точно прикоснутся. Мир тебе, брат, радуй. И любит тебя, дорогой. Это невозможно. Слава тебе, Господи, аллилуйя. Сороковой день. Я понял мое стихотворение. Я с Моисеем на своей вершине. И Моисей после сорока лет умирал. Я им дорогой наказываю, так как меня довезти, если я умирал. А эту бумагу-то с собой брали, которую... Брала, на разных языках. Так я говорю, Игнатьич, песня была, помирать нам рановато. У нас еще дома дела. И дома дел еще много. Вчера он тоже говорил, я думаю, неужели последнюю ночь помрет. Ну всякое же бывает. Да, конечно. Нет, такая сердечка вон, сердечко-то у него. А что, приходилось сидя спать, не досыпать. Мы-то там лежа, меняемся с Николаем, а он сидит, сидит. Да ида никакая. Сердечко. 75-76. А еды-то никакой толком. Ну да, а по нам не видать. Батюшка говорит, что нормальные вы. Конечно, поддержи, Азаратчике благословите. Да ни где-то с рубежом не стоят. Кто ее видал тут? Она внешне-то дружается. Я зову белого ребёдочка. Она как плывет среди них. А там-то эти, которые... Ага, так вот, иномарка. На вырукваторе притащили туда, я посчитал, 80 машин иномарок стоит сломанных. Да, а наша одна. Да-ка наша-то что, у нее просто брак, ту деталь поставили. Так это заводской был брак, поэтому вам и отремонтировали ее бесплатно. Да. На заводе, она кормили бесплатно еще. До постной пищи принесли. Да и терью взяли, пришли корреспондент. Так она теперь у вас снова новая. Да как новая? Все вот разами видно. Новая. 110 тысяч километров. Два раза вокруг земного шара. И еще 10, проехать тысяч, будет 3. Три раза вокруг земного шара. Ну, она трудяга, она хорошо потрудилась. Да, но дело в том, что она не для таких поездок. Она на короткие расстояния, вот ремонтники, скорая помощь, вот такие машины им предоставляют. А это мы на длинные задействовали. Гремит гром, дождик, наверное, будет. Вон какие тучи. Господи, путешествуешь по облакам, проверяешь свои владения. А я все еще молюсь, чтобы путешествовать, чтобы там ангел-хранитель хороший. Ну, вот вашими молитвами приехали мы. Все, закончили. Все, закончили. По Европе главное проехали, а по России уже кто-то другой будет. Мы уже не будем. Вот. На машину-то еду. На есть желающие. Вон она. По России-то ехать, его могут приставать. Брат... Брат Игорь. Все, давай. Десять где. Невероятнейшее. Посмотри сколько голубей-то. Ты приблизь их, посмотри. Я уезжал-то было в два раза меньше. Мне кажется, 15, сейчас приехал 21. Расплодились. Галя вышла, там, ребятишек. Это назовище или дети. Загуляй вы, Галя. Так, Игорь, сегодня вам пойдет ночевать человек, чтобы все... Примите странника, благовестника. Ночевать, пожалуйста. Ну что, приветствую. Спасибо, Господи. Будет у вас там место. Так, ты понял? Пожалуйста, не могу. Все, ты не забудь флешку только. Ты зайдешь ко мне на форум и свяжешься по скайпу, и я не пойду. С Сергеем надо связаться, ему информацию скачать. Сергеем, он закачать, чтобы от вас все было. Там много чего надо. О, ты снимай, только никуда не выходи. Вон она, три годышка наша. Он же тут. А я говорю, поди, скоро уже приедет. Здорово. Здрасте. Сейчас, Костя, сидели, приедет. Мир вам. 3-4, поди, приедет. А он уже вот. А он уже здесь. Живой, здорово. Никто не ожидал. Ничего себе. Кабы не сломалось, не приехали. Последний, брат. О, ты посмотри на них глаза. Батюшки мои, батюшки мои, предъявление Христа народу. Да слава тебе, Господи, приехала. Как мы переживали за тебя. Как мы переживали за тебя. Как мы переживали за тебя, Тихонечка. Мир вам, сестры. Да умница, Тихонечка, еще голова качается. А правда, Витенька с приездом все. Сейчас еще посмотрю. Класса говорит. Так, Миша. Старость не радость, да? А? Старость не радость. Конечно, радость, конечно. Ты что? Ты что? Я так рада, что вы вернулись. Цело здесь за градуси. Костичка, здравствуй. Мир тебе, Константин. Я хотела тебе сегодня позвонить. Да, Тихонечка встречают братья, сестры. От машины, от езды. Ну-ну-ну. Уже каждый день. Ребятишки, вы что пошли-то? Идите, я вас тут в лотке одену. Сливию зови. А, у вас сарафаны. Иди одевай, ладно. Спрашивают про Малютина встречали или нет. Они переехали. Мы, минимум, Бордо во Франции проехали и созвонились. А они уже позади. Четыре часа едем дальше. Ну, не доехали. Так, что-то я тут не записал. Мир вам. С миром. Мир вам. О-о-о-о. Заходите. Заходите, заходите. Ой. Пойдемте. Да, что же это за сон такой. Да, хорошая какая. Хорошая собачка. Да, вот часа два назад. Только что приехали, да? Да, приехали. Часа два. Приехали тогда. Как по ветру. Да, да. Как бы машина не сломалась, мы бы не приехали. Еще полтора месяца бы мы работали. Полтора месяца? Потом никак нельзя. Для того, чтобы только сохранить машину, пришлось срочно менять маршрут. Три раза маршрут меняли. Первый раз забарахлил, когда мы сразу ишли на Бельгию. Из Бельгии сразу свернули Германию. Нельзя, иначе все теряем. Маленько подремонтировали, пошли. Самое было трудное, это когда мы в Данию вошли. Копенгаген принял, не знаю, в Королевскую библиотеку. С одной в другую. И вдруг поехала, она защихала. Мы срочно меняем. А поехали-то и туда-то, а вот-то, на Бельгию. Пришел машину крест менять. И выхода-то нет. Бензонасос у вас там? А? Бензонасос? Было подозрение. Да? Оказалось, шестерня привода распределительного вала. Полностью мертвая. Никто не может там даже... Клапана в такт уже не работает, компрессии нету. Машину бросаю и уезжаю. Швед говорит, капут, двигатель капут. Что даже рассказать нельзя? А как же вы все-таки поехали-то? Да, а Бог, это понятно. Понятно. Это нельзя объяснить никак. С вашими молитвами. Мы покинутые. Никого нигде нет. Шведской запчастей нету. И вообще день, два, не день. Это в Швеции самое главное. Да, да, да. Ну, никто это не знает, что шестерня-то. Нету ничего. Мастера начинают делать диагностику, показывают все. Бесполезно. Двигатель капут. И вдруг... Двигатель капут. Слово, он так и сказал, шведка капут. Знакомый в Калининграде, через него теперь советуют приехать через один, там, в Карсхам, этот, порт, ехать в Клопеду, Литва. А Литва недалеко от этого, там заказывает эвакуатор. Больше тысячи евро это за эвакуатор заплатили. Там же услуги дорогие. Швеция, она такая страна. Там ничего нельзя сделать было. Наверное, самые высокие, дорогие. С человеческими силами абсолютно ничего нельзя сделать. И там не будет все на себя, они этот булкин демитер. То есть они залезли в мотор? Да. А уже потом, когда мы... Не было, не было деталей наших, российских. А потом уже в Нижний Новгород, когда попали... Просто посмотрели, что там... Там главный конструктор вышел, главный инженер. Нас там как приняли, таких-то никого и не было. Мы менеджеры, реклама по всему миру. Корреспондентов там вызвали. Мы вообще отремонтировались. Они так и говорят, удивительный случай, чтобы газель такого класса проехала от Лиссабона до находки. Или точнее, наоборот, от находки до Лиссабона. Это немыслимо. Они же... Машины для этого не предназначены. Даже простая иномарка не каждая пройдет. Они не ожидали так быстро приехать. Так Господь делает. Сороковой день сегодня. Сороковой? Да. Игнат Тихонович говорит, как Моисей сорок дней был на горе, так и у него сорок дней поездка. Ушел и долго его не было. Вот сейчас вы с ним встретитесь, и я заснимусь. Сейчас такие кадры просто, когда встречи. А я еще это все не думала. Думаю, нет, они, наверное, раньше приедут. Они, наверное, раньше приедут. А Нина говорит, ну, приедут, наверное, потом скажут про лагерь. И как дальше нам с лагерем быть? На собрании мы только разговаривали об этом. Ой, ну это надо же, а? О, выходит. Игнат Тихонович, вообще... Сестра Людмилова встречает Игнать Тихоновича. Живые, это Господи, слава Тихоновича. Живые мощи. Все, у вас на вас смотрели. По телевизору, по компьютерам смотрели все фильмы, все ролики про вас. Это не все, это малое счастье. Ну не все, сколько и было, столько и смотрели. Вы будете лахать, смотреть будете. Да и так уже... Да, когда он в Венспилсе был, мы нашли то место. Только дома того уже не было. Венспилсе, когда он был. Я была в Венспилсе тоже. Вен, чтобы новые ролики, все, чтобы выставили. Их будет там на 50 гигабайт. Там остановить на... Так, вам это... Взять у меня на 2 гигабайта. Терабайта это. Витенька, ну давай я тебе. Ну слава тебе, Господи. Да слава тебе, Господи. Аллилуйя. Мы так рады, что вернулись. Ой, да ну конечно. У нас лучше всех. Нигде такого места нету, только на Алтае. Только на Алтае. Новый, потеряю. Игнатий Тихович, ну испомнилась ваша мечта. Съездили. Ну это не мечта была, это реальность. Вы все равно всю жизнь мечтали. Вы попробовали это. Что об этом говорить? Очень-очень большие переживания были. Машина сломалась. Нигде-то в Швеции. И не дозвониться никому. Совершенно покинутые. Вот тут мы хватили. Совершенно. Бросай машину, садись и езжай. Никому ты не нужен. И Бог так дальше будет. Потом расскажем. Это все будут ролики сняты. Это придумать нельзя. Сегодня сороковой день. Вот мы сегодня посчитали, во что нам это обошлось. 341 тысяча 630 рублей. На каждый день 8 тысяч 541. А на себя за всю дорогу потратили только 120 рублей. Господи. 2 килограмма ментая. Это Бог устроил так. Да, конечно. Но вы все уже в этом... В этом сезоне никуда не поедете. Нет, мы по своей стране не работали. Будут другие работать. Из-за машины. Ну понятно. 100% работали. И пили некипяченую воду всей Европы. И тут ни один не заболел. Но мы каждое утро запитали с отцены 2-3 и с отцены. Каждый день, на ночь, и он многократно морились. Прямо внутри машины. И поэтому... Как будто бы мы помолвили. Ты глянь на карту маленько где. Лиссабон. Португалия. Атлантический океан. Когда в Грецию зайдешь, то по Греции... Это западно полушарие уже. Мы в восточном живем, а это западно. Туда доехали. И там начнется встреча. Ничего нельзя вдумать. Я как планы делал где-то, только от счастья. Маленько хватало. А что самое было неприятное? Самое неприятное, это так называемое лежащее полосинское назовение. Вот эти вот нахлобочки делают. Идут, она проехать не надо. И один священник у нас напал. Мочин. С бандой своей. В Риме. Мы и так искали, где переночевать. Нашли этот храм, в святую Екатерину. И он в среди ночи, в палатке все у нас смелые. Ни один бельбожник, ни один мусульманин с нами так не поступал под православным священником. Это тоже доказательство того, что берет все бездейших и то бывает хуже первого. Знаете, нам негде остановить машину. Там не полном шину не поставишь. Там негде. Поэтому машины у них такие маленькие, коротенькие, чтобы только сесть и куда-то купить. Идем на богослужение.